И я в двух словах расскажу про следующего спикера. Когда делала себе пометку, я написала три слова. Энергия, стабильность, вклад. Этот человек настолько долго в компании, что он, мне кажется, прошел многие этапы возражений, которые часто встречают наши партнеры. Он был и очень молодым, и не очень перспективным, и совсем без компетенций, когда ничего не знал. Он прошел миллион отказов, но он добился своих целей. Он забирает уже подряд два года Кубки Куратор года. Это значит, что его партнеры сейчас делают высокие результаты. Он молодой, энергичный, амбициозный. Встречайте, акционер компании первого уровня Дмитрий Соловичок. Так, 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 здравствуйте. Пальчик вверх, пальчик вверх. Всем здравствуйте. Что это вообще происходит? У меня опять сердце сжалось. И вот здесь вот так вот горячо внутри, что я волнуюсь, как обычно. Хотя не знаю, почему так происходит. Каждый раз, как в первый раз. Ой-ой-ой-ой-ой. Всем еще раз спасибо. Сейчас аж дух захватило. Непередаваемые ощущения, на самом деле. Я всем желаю искренне испытать их в своей жизни и испытывать их как можно чаще. У меня сегодня тема будет о мотивации личной, о мотивации своей команды. И я об этом буду говорить через свою историю, через то, каким образом я себя мотивировал на разных этапах своей жизни и на разных этапах бизнеса. Зову Дмитрий Соловичук. Мне на данный момент 28 лет. И, в принципе, чуть-чуть о себе. Как мотивировать себя и свою команду тема. Что касаемо о себе. Вырос я в самой обычной семье рабочей. То есть это вот моя семья, бабушка, мама, дедушка. И это те люди, которые меня, скорее всего, в самом начале смотивировали и сподвигли делать что-то иначе. Не идти в сторону найма. Почему? Потому что я все свое детство наблюдал за тем, как мои родители работали. Бабушка у меня последние 28 лет до выхода на пенсию. Она мыла полы в клинике, в микрохирургии Глаза в Екатеринбурге. Я в летнее время в каникулы приезжал. Ну, приходил к ней на работу и помогал ей мыть полы, помогал ей мыть, получается, всякие разные пробирки для больных. И я видел, насколько тяжело ей дается эта работа. Я видел, насколько тяжело ей дается прокормить нашу семью. Это вообще фундамент моей семьи, бабушка. Я не знаю, это мировая женщина для меня. Она подняла троих детей, подняла меня. И ей реально огромная благодарность. Рядом стоит моя мама. То есть 10 лет, ну, крайние 10 лет до того, как я стал взрослым мальчиком. Она работала на трамвае. Работала на трамвае. И так случилось, что в одну из смен она вышла на работу. Это в 4 или в 5 утра произошло. Это было 8 марта. И так получилось, что у нее случилась авария. И так получилось, что она осталась виноватой в этой аварии. И так получилось, что необходимо было компенсировать эту аварию из своего кармана. И на тот момент на семью легла просто нереальная нагрузка. Для того, чтобы эту аварию компенсировать, и бабушка, и мама, и дедушка взяли кредиты в шести банках. И мы на протяжении пяти лет, то есть я наблюдал, как на протяжении пяти лет мои родители раздают эти долги. Чтобы вы понимали, ежемесячный доход семьи был, условно говоря, 56 тысяч рублей на три взрослых, а ежемесячный платеж 60. И еще нужно где-то было находить деньги на еду, где-то необходимо было находить деньги на жилье. И еще мне в школу давать денег, чтобы я былочки покупал. И я весь этот период времени помню, это я уже был взрослый, то есть это уже был, наверное, года с 2006 по 2000, ну где-то с 2005 по 2010 год. То есть я уже осознавал все эти процессы, и они своим примером мне показывали то, что там делать нечего. Вот я не хотел повторять историю своих родителей. Дед у меня точно так же работал на самой простой работе, он у меня работал водителем. И я видел, как дед впахивает с утра до вечера, мама впахивает с утра до вечера, бабушка впахивает с утра до вечера для того, чтобы тупо прокормить семью и прокормить меня. Чтобы у них была возможность, там где-то мне кроссовки может какие-то купить, где-то мне дать денег, чтобы я на каток съездил, покатался и так далее. Вот именно они своим примером меня в первую очередь смотивировали как-то, наверное, двигаться иначе. Потом у меня появилась прекрасная женщина, женщина моей жизни, это моя супруга. Она появилась чуть позже в моей жизни. Сначала я принял решение двигаться в предпринимательстве, она чуть позже появилась, и она меня тоже очень сильно включила, очень сильно мотивировала и мотивирует по сей день. Потому что я хочу своей супруге, своей избраннице давать самое лучшее, я хочу, чтобы она была красивой, здоровой, я хочу, чтобы у нее все было. Почему кто-то своим женам покупает майбахи, а я что, лысый что ли? Вот я тоже хочу своей жене и майбахи покупать, и чтобы она путешествовала, и под суммой ходила, и вот все это на свете. Это как бы крут, то есть такая тоже определенная мотивация. И что касаемо начала, то есть с чего все начиналось, понятное дело, мне родители дали вот этот пример, я на них посмотрел, понял, что так не хочу, включился в бизнес, и на начальном этапе так получилось, что у меня было очень много негативной мотивации. Что я подразумеваю под собой, ну что я подразумеваю под словом негативная мотивация, это когда морковочка, ну не спереди, а сзади. Знаете, да, такую историю? Когда ты делаешь, потому что нужно делать, когда ты делаешь, потому что ты должен, когда ты делаешь, потому что у тебя там чего-то нет и так далее. И на начальном этапе было крайне тяжело совершать вот эти первые шаги, потому что кто-то сюда приходит с нулевым балансом, кто-то приходит сюда в хорошем плюсе. Но те, кто сюда приходят в хорошем плюсе, они где-то перед этим начинали с нуля, и они где-то перед этим уже наработали опыт, наработали компетенцию, наработали свои капиталы, связи, ресурсы, и уже здесь реализовывают себя там более быстро. Кто-то приходит с минусом, вот я в этот бизнес пришел с минусом, мне было 20 лет, не было компетенции, я как это, у меня как у латыша, только сердце и душа, да. Вот, и вот таким образом мы вот проводили первые презентации, я помню, после этой презентации у нас сидел предприниматель, вот там вот Иван Сорокин сидит, это в Екатеринбурге, первые презентации UDS, и предприниматель после моей презентации, я спикер, после презентации подходит к моим партнерам и говорит, слушайте, ну вы бы хотя бы по цену как бы джинсы нормальные купили, ну реально, вот вы меня пригласили на презентацию бизнеса, вы бы хотя бы его одели. То есть это кто вообще был? Они сказали, что это перспективный парень, и в итоге у нас появился первый партнер на 25-м пакете в Екатеринбурге. Вот, поехали дальше. Так, это первый офис, первый офис, который я открывал со своими партнерами, вот, тоже получается было, было тяжело, было страшно, не было понимания там, получится, не получится, но мы просто действовали, и так как, вот, это первый офис в Нижнем Новгороде, мы сами в нем делали ремонт, там буквально комната квадратов 25, наверное, мы его сами покрасили, мы его сами отмыли, мы там его как-то оборудовали, начали проводить встречи. В общем, работы на начальном этапе было очень много. И вот это очень знаковая фотография. Это я, получается, летел на итоги года 2015 года, то есть у нас были итоги года в Известиях Hall, это был 2016 год, и я, получается, полетел на это мероприятие, у меня бюджет был, ну буквально 2000 рублей, я поехал вообще на последний. Чтобы вы понимали, как на последний. Я, получается, до 2016 года, вот я в предпринимательстве с 2013 года, я до декабря 2016 года строил бизнес либо совсем без денег, либо в огромных минусах. У меня были кредиты, долги, займы, что только не было. И я, получается, всегда находил возможность, чтобы быть на мероприятии. И это было не исключение. Я приехал в аэропорт, я приехал в аэропорт, и мне сказали, что мой рейс задерживается. Ну, его перенесли. Я должен был вылететь там в 5 утра, а этот рейс перенесли на обед. И так как его перенесли на обед, я понимал то, что все, итоги года без меня пройдут. Ну все, я не успеваю. У меня в кармане пара тысяч рублей. 5 утра. Я не понимаю, как там, вот как мне сейчас. Я сел, я такой, ну я сделал все возможное, чтобы там оказаться. Вот все, ну все, вариантов нет. Ну я сейчас волшебно по щелчку пальца там не сделаю так, чтобы самолет там полетел мой. И я начинаю думать, начинаю думать, начинаю искать варианты и вижу то, что есть вариант вылета через час. Но денег нет. В 5 утра. Я звоню своему куратору, Александру Сисунову, говорю, Саня, ты не поверишь. Надо, надо, чтобы ты мне сейчас денег отправил, короче, на билет до Москвы. Я, ну, сижу в аэропорту, у меня нет денег на билет, у меня рейс отменили. Мне надо, чтобы ты меня сейчас выручил. И Саша, получается, отправляет мне в 5 утра деньги на билет, я покупаю себе билет, прилетаю на итоги года. И вот, ну, прилетаю на итоги года и, получается, полностью прохожу это мероприятие. Я был в квалификации менеджер третьего уровня. К тому моменту я в бизнесе был уже более двух лет в компании. У меня реально, ну, чуть-чуть не получалось. И чтобы вы понимали, на тот момент, спустя два года, чек за январь у меня был 117, 117 долларов. 117 долларов, Карл. И я полетел на эти итоги года абсолютно без денег. И смотрите, здесь такой слайд суммы за период. Видите, там, 3 доллара в неделю, 9 долларов в неделю. Я куратору говорю, давай 9 баксов выведем. Он говорит, о, Дмитрий Владимирович, так ты уже оптом начал выводить? Я говорю, а что ты хотел? Все нормально, я перспективный. Вот. Хочешь понять, как я это делаю? Все очень просто. Я не берегу силу на обратный путь. Путь, фильм Гаттека. И я как бы реально дал себе время в этом бизнесе. Дал себе время для того, чтобы состояться. Есть фраза такая, крылатая, нет неуспешных, есть нетерпеливые. И это настоящая правда. Поехали дальше. Сейчас расскажу, как закрывал квалификацию директора. Это тоже определенный этап, ну, то есть определенная мотивация для меня была. Я находился в квалификации менеджера третьего уровня. И это был уже, получается, это был уже где-то, это была середина, середина шестнадцатого года. То есть я сколько? Я уже два с половиной года в бизнесе. Я перспективный менеджер третьего уровня. У меня в одном отделе продаж есть директора второго уровня, директора первого уровня. То есть один отдел продаж идет, а второй, ну, как бы, ну, заглох. То есть вот одна команда была перспективная, но что-то там не получилось. И в итоге в компании кто-то закрыл квалификацию председателя совета директоров. Я не помню, кто это сделал, честное слово. Я просто увидел в контакте, что у нас какой-то партнер закрыл квалификацию председателя совета директоров. Я это репостнул в свою группу, сказал, ребята, смотрите, в компании появился ПСД. Какой кайф, давайте радоваться. И мои партнеры вместо того, чтобы порадоваться, сказали мне, ну, куратор, ну, там-то понятно, где-то ПСД закрываются. Ты-то у нас что, когда? Когда? Когда ты закроешь хотя бы директора? И я был настолько зол на своих партнеров за эту откровенную мужесть. Ну, это правда, по сути. То есть я был настолько зол, что я реально, я вышел, получается, ну, не вышел из чата. Вот. Я, получается, психанул. Я за полтора месяца подписал семь новых первых линий, запустил новое направление. И уже в декабре, то есть это где-то было, был середина, середина, получается, 16-го года, это где-то был август, ну, лето 16-го года. То есть я психанул на себя по-хорошему, разозлился благодаря своим партнерам. И уже в декабре я закрыл квалификацию директора первого уровня, наконец-то, то есть это произошло. И я ее закрыл с пятого раза. Я сначала сделал 83 цикла, потом 87 циклов, потом 93 цикла, потом даже было 97 циклов. А потом закрыл директор, и это было по кайфу. Вот. Вот этот случай, да, директор, тут написано там. Вот, директор первого уровня, я приезжаю в Крокус Сити Холл. Вроде как все по кайфу. Ну, все, добился, мне значок дали, я довольный был, пипец. Ну, короче, вот там у меня написано в инстаграме, вот если увеличить, победы мотивируют всех, а поражения только сильных. Но я же директор, я на сцене Крокуса. Типа какого лешего я опишу именно эту фразу. Знаете, почему я это написал? А потому что я вышел на сцену, и мне не дали микрофон. Вышел на сцену, и не дали микрофон. Два с половиной года закрывал статус, не дали микрофон. Я такой, что это вообще было? И я вышел из этого мероприятия. Через две недели я закрываю квалификацию директора второго уровня просто на злости на своей. Вот это была мотивация. Как у меня горела пятая точка, вы бы только знали. Потом я закрываю квалификацию региональный директор, и к лету я закрываю квалификацию генеральный председатель совета директоров. Вот как у меня кипело. Вот прям кипело конкретно. И было день рождения компании. И был снова Крокус Сити Холл. И после дня рождения у нас была тусовка в Джипсе. Ну, я-то туда приехал как генеральный председатель совета директоров. Дмитрий Владимирович. Все, как бы. Боженька сетевого бизнеса. Все, я приехал в Джипсе. И там зона, да, то есть кто был, там первый этаж и второй этаж. Там есть ВИП, а еще оказывается ВИП плюс. А, чувак, ГПСД говоришь? Ну, давай там сначала в ЛС попади. Вот, а потом как бы на второй этаж пойдешь. Потому что я такой, в смысле? Там еще была фраза дальше, но я говорить не буду. В итоге Наталья Сорокина на протяжении двух часов слышала, слушала, выслушивала мою ненормативную лексику уральскую. Ну, вот реально возле Джипсе мы стояли, и я всю душу изыдил. Я говорю, да как так? Я, я, ГПСД, и меня не пустили. Я говорю, все, на ВЛС. И в итоге со следующего, с этого года я непрерывно стал членом высшего лидерского совета. Ну, просто опять подогрели меня. И это была такая хорошая спортивная мотивация, это была злость на самого себя. Это был такой пинок, типа, давай, братан, претендуешь, соответствуй. Что касаемо личной мотивации, я вам уже сказал, бывает разная мотивация. Бывает мотивация что-то хотеть, бывает злость, бывает спортивный интерес. Что касаемо кураторской мотивации, да, то есть как мотивировать свою команду. Мне куратори никогда сопельки не вытирали. Меня куратори никогда не мотивировали. И мне кураторы, ну, по крайней мере, я так ощущаю. Мне кураторы никогда не говорили, слушай, поехали на мероприятия, давай статус закроем и так далее. Я потому что бежал впереди планеты всей. Я понимал всегда четко то, что в первую очередь этот бизнес и этот результат, он нужен мне, а не моим кураторам. Потому что я сюда пришел свою жизнь менять. И меня мои кураторы всегда вдохновляли и мотивировали своими личными изменениями, своими личными победами, своими результатами. Они мне не говорили, делай так, они сами делали квалификации, они сами зарабатывали чеки, они сами меняли свой образ жизни, покупали себе автомобили, путешествовали. И я всегда равнялся на них, я стремился к тому, чтобы в какой-то период времени начать с ними развлекаться на этом же уровне. Я благодарю своего куратора Александра Свистунова за непоколебимую веру в меня, за непоколебимую, он никогда во мне не сомневался. И это самая лучшая мотивация. Я благодарю Наталью Сырокину. Это просто женщина, это уже член семьи, я не знаю, это просто как бы, ну это моя любовь номер два после супруги. Ну я тебе, Наташа, реально до слез благодарен. Вы не представляете, сколько она сделала для меня. И опять же непоколебимая вера в меня. То есть не было такого, что там сможешь, она просто тупо верила. Она тупо верила в то, что у меня получится. Я помню прекрасно, как она мне принесла свой старый ноутбук, чтобы я проводил встречи. Чтобы у меня было с чего проводить встречи предпринимателям. Негде было админпанель показывать. Я помню, как она мне принесла, получается, рубашки своего мужа, рубашки своего, ну там Ивана, да? Рубашки Ивана, получается, принесла мне старый, на который он уже перестал носить. Пиджаки принесла, брюки принесла. Говорит, ну там где-нибудь, может, подошьешь, может, подойдет. И я в этих рубашках ходил, потому что у меня не было других вариантов. Вот мы стоим с Иваном, а я в его рубашке стою. Понимаете? Вот я в его рубашке стою. Вот насколько она в меня верила. Вот. И получается, и это все круто. Иван Сорокин, я тебе безмерно благодарен. Ты для меня, как, можно сказать, старший брат, отец. Благодарю тебя за твою мудрость. Благодарю тебя за, опять же, за видение этого бизнеса. И самое ключевое, вот если подчеркивать, первое, это непоколебимая вера в меня. То, что мне давали мои кураторы. И второе, они никогда не давали мне усомниться в том, куда мы идем. Они никогда не давали мне повода, даже чтобы малейшее сомнение там закралось, то, что у нас что-то не получится или там мы куда-то там повернем. Это только вперед, только победа. Вот. И в один прекрасный момент, у меня осталось полторы минуты, если вы дадите мне еще одну минуту сверху, я буду благодарен. В один прекрасный момент у меня произошла апатия к бизнесу, потому что у меня на начальном этапе было очень много негативной мотивации. У меня не было денег, меня долбили коллектора, мне реально нечего было жрать. Я приходил домой, проводил большое количество встреч и прям плакать охота было. И прям реально слезы шли. Какого хрена я уже там полтора года в бизнесе, какого хрена я два года в бизнесе, а у меня все еще нет результата. Почему так произошло? Почему я не заслуживаю этого результата? Прям до слез. И получается, когда я дорвался, когда у меня пошли результаты, у меня произошел такой момент, что у меня потерялась негативная мотивация, а позитивная мотивация еще, ну то есть негативная мотивация ушла, а позитивно мыслить, позитивно себя мотивировать я еще не научился. И у меня была жесточайшая апатия к бизнесу. Когда я вышел на доход в месяц, ну там в месяц 300-400 тысяч рублей, и когда у меня это начало проходить на протяжении 2-3-5-6 месяцев, у меня просто перестало стоять на этот бизнес. Я думал, все, я вышел на пенсию, я красавчик, я сделал этот бизнес, все, можно отдыхать. Больше не хочу никаких встреч, никаких переговоров, никаких планерок, я свое отработал, все, дайте мне отдохнуть. Была вот эта апатия. Почему? Потому что, еще раз, негативная мотивация пропала, а позитивной еще не было. И в тот прекрасный момент в моей жизни, опять же, меня выручили мои партнеры, моя команда пришла ко мне на помощь, и они меня вытащили из этого состояния. Они меня вытащили из Екатеринбурга, пригласили меня в Москву, я начал работать с ними, получается, в офисе, я начал работать с ними по трешкам. Они меня сводили в магазин, я первый раз купил кроссовки за 60 тысяч. Я думаю, ни хрена себе, 60 тысяч кроссовки. Я первый раз купил там брюки, нормальную одежду, и у меня появилась позитивная мотивация. Я прям в финале, минуточку дайте, пожалуйста. Появилась позитивная мотивация, я начал перед собой ставить цели, которые бы меня зажигали, которые бы меня мотивировали двигаться вперед, даже уже когда хорошо. Понимаете? Когда уже типа вроде хорошо, но можно двигаться дальше. Я начал путешествовать со своей супругой, я начал исполнять ее мечты, я начал баловать себя дорогими покупками. На машину я заработал, когда, кстати, по Швейцарии гонял с женой. Вот гоняли по Швейцарии, гоняли по Парижу, прилетел, заработал на машину, купил. Красава. Все, меня начали мотивировать путешествия с компанией, меня начало мотивировать сценой еще больше. Появилась позитивная мотивация, и эта позитивная мотивация, она в принципе двигает меня вперед. Сегодня в тени отдыхает тот, кто посадил дерево много лет назад. Я предлагаю сегодня каждому из вас посадить это дерево, которое будет вам давать большое количество удовольствия. Я предлагаю прямо сегодня это сделать, я предлагаю прямо сегодня принять это решение, которому вы будете благодарны через много лет. У меня на этом все, я вам рекомендую книгу. И обязательно подписывайтесь. Дмитрий Сталовичук. Спасибо.